Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В одном из предыдущих уроков я обещал вернуться к теме SEO и рассказать подробнее о каких-то отдельных мероприятиях, которые вы можете осуществлять без помощи специалиста. Сегодня мы поговорим о семантическом ядре сайта, о подборе ключевых слов, где их брать, как определять эффективность и так далее. Сначала немного теории. Собственно, что такое семантическое ядро? Это совокупность ключевых слов, по которым вы продвигаетесь. Что значит продвигаться? Ответ смотрите в нашем предыдущем скринкасте. Хорошо, тогда что такое ключевое слово, будет ваш следующий вопрос. Это слово или фраза, под которую вы оптимизируете одну из страниц вашего сайта, поскольку с большой долей вероятности именно ее пользователи сети будут вводить в поисковые строки Яндекса. То есть это магия, предвидение и интуиция. К вам приходит видение, что через две недели Александр Белов из Нижневартовска наберет в поисковике фразу «Купить холодильник стенол дешево». И вы оптимизируете одну из своих статей под эту фразу. Потом следующее видение, Сергей из Гусинки, фраза «Купить холодильник Bosch самовывоз». И вы опять тут как тут. Проходит две недели, Александр с Сергеем набирают свои фразы, Яндекс выдает ваш сайт на первом месте и все получают то, что хотели. Если, конечно, вы торгуете холодильниками. И если вы ими торгуете, то перед нами часть семантического ядра вашего сайта – типичный низкочастотный запрос. Теперь я надеюсь, у вас возникли два следующих вопроса. Первое – как обучиться магии и предвидеть, что люди спросят. И второе – что такое низкочастотный запрос. Есть два способа научиться предвидеть. Первый – отправиться в Хогвартс. Второй – обратиться к статистике. Мы выбираем второй и идем на Яндекс.Вордстат. Это сервис по подбору ключевых слов Яндекса. Он не показывает, что люди будут спрашивать, он показывает, что люди спрашивают сейчас. Но, к счастью, люди постоянно в своих вопросах. Есть ли бог, как стать счастливым, где найти любовь. В общем, что было, то и будет и прочий экклезиаст. Заходим в Вордстат. Проще всего просто набрать Вордстат в поисковике. И вводим фразу «Купить холодильник стенол дешево». Яндекс нам говорит, что за месяц эту фразу ввели 34 человека. Типичный низкочастотный запрос. Купить холодильник стенол – 4000. Это уже среднечастотный. Ну или высокочастотный, кто как меряет. Купить холодильник – 480 тысяч. Типичный высокочастотный запрос. Вот мы и ответили заодно на второй вопрос про низкочастотный запрос. Итак, ключевые слова разнятся по тому, насколько часто люди вводят их в поисковой строке Яндекса. Ну, например, Яндекса. Кстати, как часто, интересно, люди хотят узнать ответ на вопрос, как быть счастливым. Ага, непонятно. Видите, он не хочет показывать статистику по фразе, предлагает слово «счастливый» и прочие варианты. Это проблема, о которой я расскажу позже. А пока про частотность. Итак, четкого деления тут нет. Но примерно можно сказать, что низкочастотные запросы – это где-то от 30 до 500 показов в месяц. Среднечастотные – где-то от 500 до 3000. Высокочастотные – больше 3000. Цифры, естественно, условные, но в семантическом ядре, безусловно, должны присутствовать все запросы – низкочастотные, высокочастотные и среднечастотные. То есть, если вернуться к нашему запросу и предположить, что мы торгуем холодильниками, то у нас есть высокочастотник – купить холодильник, средний частотник купить холодильник Stenol, и низкочастотник купить холодильник Stenol дешево. И понятно, что продвинуться по высокочастотному запросу крайне сложно из-за высокой конкуренции, а по низкочастотному наоборот просто из-за низкой конкуренции. Поскольку можно выдумать такой запрос с таким сочетанием слов, которые встречаются только у вас на сайте. Кстати, в приведенном примере это не совсем так, поскольку низкочастотники в продажах ведут непосредственно к конверсии, а значит за них идет серьезная борьба. Но в теории так. Вы можете найти несколько высокочастотных запросов, их по определению немного, какое-то количество среднечастотных и очень много низкочастотных. Тут все зависит от фантазии. По высокочастотным вы продвигаете главную страницу, по среднечастотным разделы сайта, по низкочастотным конкретную страницу с описанием товара. Есть специализированные сайты, упрощающие подбор ключевых слов. SeoPult.ru, Rush Analytics.ru и другие. Это платные сервисы, но не дорогие. Но в принципе Яндекс.Вордстат вполне достаточно, просто придется посидеть. Вводите «Купить холодильник» и Яндекс сам предложит варианты высокочастотных запросов. «Купить холодильник с тенок» — вот вам варианты среднечастотных запросов. И дальше уже включайте фантазию и ищите низкочастотники. Последнее, о чем нужно сказать — Вордстат на самом деле показывает тут не точную фразу, которую набирают люди, а фразу, которая может входить в поисковый запрос. То есть поисковый запрос может содержать больше слов или другой последовательности. Если вам нужна точная фраза, то ее нужно заключить в кавычки — это отсечет все дополнительные слова. Видите, «Купить холодильник с тенок» — 4000 показов. Ну а это включает и «Купить холодильник с тенок» дешево или «В Москве» и так далее. А конкретно фразу «Купить холодильник с тенок» вводили всего 344 раза в месяц. А если вы поставите восклицательный знак перед каким-то словом или перед всеми словами, то вам покажут результаты именно с этой формой слова, то есть в том же роде и числе. Напоследок давайте посмотрим, сколько же людей интересуется как быть счастливым. Ну вот, полторы тысячи показов. А вот как быть счастливым — уже 16 тысяч. Я понимаю, что обзор не полный. Это скорее поверхностное знакомство с темой, но если бы можно было весь процесс подбора ключевых слов уложить в двухминутное видео, то про SEO можно было бы рассказать за 10. Поэтому не воспринимайте это как законченное руководство, а скорее как толчок к тому, чтобы погрузиться в тему самостоятельно. Все, любите друг друга, желаю вам иметь в семантическом ядре вашего сайта такие ключевые слова, как дружба, мир, свобода. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.